Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу, как побороть тлю на смородине и других ягодных кустарниках. Тля – это мелкое насекомое, которое поселяется на листьях и выпивает из них соки, что приводит к их деформации и усыханию. Тля наносит непосредственно урон растениям, но кроме этого разносит и вирусные заболевания, которые, к сожалению, вылечить невозможно. И ягодные кустарники, либо другие растения приходится попросту выкорчевывать и выбрасывать. Даже в нашем суровом климате существует огромное количество видов тли, которые поселяются на растениях в саду и огороде и повреждают их. Сейчас расскажу вам о самых вредоносных видах тли. Первый вид – это галовая тля. Этот вредитель чаще всего поселяется на листьях красной, черной и белой смородины. Распознать вредителя довольно просто. На молодых листьях появляется красное вздутие. Листья затем подкручиваются и часто засыхают. Если на своих кустах смородины вы заметили такие листья, то нужно немедленно приступить к обработкам этих кустов различными инсектицидами. Но об этом я расскажу чуть попозже. Второй вид – это свекольная тля. Этот мелкий вредитель темного, черного цвета. Чаще всего он поражает такие растения, как жасмин, калину, бобовые растения, а также картофель, ну и, конечно же, свеклу. Этот вредитель селится на внутренней стороне листа, выпивает из листьев соки, что приводит к их деформации и часто усыханию. Этот вид очень вредоносный. И если не предпринимать никакие меры, то молодые растения, молодые всходы той же свеклы могут попросту погибнуть. Третий вид – это розанная тля. Это тля зеленого цвета. Из названия понятно, что эта тля чаще всего поражает розы, шиповник, а также яблони и груши. Опасна эта тля тем, что отнимает слишком много соков и энергии у растений, что приводит к снижению естественного иммунитета, и растения становятся в большей степени подвержены вирусным заболеваниям. Кроме перечисленных видов тли, особую вредоносность приносят такие виды, как персиковая, бахчевая, картофельная и морковная тля. С ними также нужно бороться. И сейчас я расскажу, какими способами можно побороть тлю. Обработки от тли в саду можно начинать ранней весной, когда почки еще не распустились. Потому что тля зимует на ветвях кустарников и плодовых деревьев. Для обработок можно использовать такой препарат, который называется 30+. Это такая суспензия, которой можно обрабатывать деревья до набухания почек. И действует препарат при низких положительных температурах. А кусты смородины, например, можно ранней весной, когда почки также не набухли, обливать кипятком. Это довольно эффективный способ борьбы с тлей. Май и июнь, пожалуй, самые пиковые месяцы, когда тля активно распространяется по саду и огороду. Потому что идет активный рост зеленой массы, идет активная вегетация растений. И, конечно же, все это привлекает вредителей. Они поселяются на листьях растений, на молодых стеблях и выпивают из них соки. Поэтому обрабатывать растения в этот период нужно обязательно. Для обработок можно использовать различные химические препараты. Например, всем известные фуфанон, актора, актылик и так далее. Все они действуют против тли. Однако химические препараты не всегда безопасны. При их использовании нужно всегда учитывать сроки ожидания. Ожидание. Это сроки от обработки до момента сбора урожая. Если не прочитать инструкции, не посмотреть, какие характеристики у препарата, то можно обработать кусты. И, конечно же, все эти отравляющие вещества могут поступить в урожай. И мы вместе с урожаем употребим их в пищу. И это отрицательным образом повлияет на здоровье. Поэтому перед тем, как использовать химические препараты, обязательно прочитайте и изучите инструкции. Также при обработке химическими препаратами нужно учитывать то, что ими нельзя пользоваться во время цветения кустарников и деревьев, потому что они могут погубить опылителей, пчел и шмелей. Для борьбы с тлей лучше всего использовать биологические препараты, потому что они экологичны, безопасны для природы и для человека. Среди таких препаратов можно выделить всем известный биопрепарат фитоверм. Этот препарат довольно эффективен против тли, а также против клещей. Особенно эффективно обрабатывать фитовермом именно смородину, потому что мы уничтожаем не только тлю, но и пачкового клеща, который очень часто поражает смородину. Кроме этого препарата можно также использовать акарин, искрабил и битоксипоцелин. Они также уничтожают тлю. Обработку растений биопрепаратами нужно проводить, когда нет яркого солнца. Лучше всего в вечернее время. И когда температура не слишком высокая, около 20 градусов, в этом случае биопрепараты будут отлично работать. При обработках деревьев инсектицидами нужно обязательно использовать различные прилипатели, чтобы раствор инсектицида лучше держался на листьях и не так быстро смывался дождями. В качестве прилипателя можно использовать обычное жидкое мыло, либо хозяйственно тертое мыло. Например, на 10 литров раствора инсектицида добавляем примерно 50 миллилитров жидкого мыла. Если у вас под рукой, например, нет жидкого мыла, можете использовать обычное хозяйственное мыло. Его лишь нужно натереть на терке, немножко развести с водой и добавить в раствор. Это также послужит отличным прилипателем. Кстати, жидкое мыло, например, зеленое жидкое мыло, которое продается в садовых центрах, либо дегтярное мыло, и сами по себе могут отлично справляться с тлей. Особенно дегтярное мыло, потому что оно пахнет дымом. И вот такой запах дымный будет отпугивать не только тлю, создавать на листьях пленка, но и отпугивать своим запахом других насекомых вредителей. С биопрепаратами все немножечко сложнее. Дело в том, что жидкое мыло нежелательно применять совместно с биологическими препаратами, потому что мыло создает щелочную среду, и полезные микроорганизмы в такой среде могут попросту погибнуть. Если они и полностью не погибнут, то значительная часть их пострадает, погибнет. Поэтому в качестве прилипателей нужно использовать натуральные вещества. В качестве прилипателя с биопрепаратами можно использовать обычный крахмал, заваривать его и делать клейстер, либо использовать специальные биоприлипатели, которые продаются в магазинах. Против тли можно использовать и различные народные методы. Например, настой трав. Очень хорошо помогает настой чистотела. Для этого нам нужно вырвать чистотел, желательно с корнем, там больше всего таких сильных веществ. Затем рубим мелко чистотел, заполняем примерно пол ведра плотненько и заливаем пятью литрами кипятка. Как только настой остывает, процеживаем его и доводим этот рабочий объем жидкости до 10 литров. Заливаем в опрыскиватель, добавляем жидкое мыло, чтобы раствор дольше на листьях держался, и обрабатываем ягодные кустарники, деревья, да и овощные культуры у себя в огороде. Хотя тля и опасный вредитель сада и огорода, но с ней можно справиться, если применять правильные подходы борьбы. Поэтому всем желаю здоровых урожаев, здорового сада и растений у себя на участке. Спасибо за внимание и до новых встреч!